Упражнение змейка дети выполняют пока прыгая на мячах. За руль четвероклассникам рано, но правила дорожного движения они знают не хуже матерых водителей. В этом убедились сотрудники автошколы дороги Приморья во время. Спартакиады по безопасности на дорогах, которую сами же и провели для михайловских школьников. Одно из самых сложных заданий дети назвали собери автомобильную аптечку. Какой предмет выбрала аптечка? Ножницы. А зачем они нужны? Они нужны, чтобы отрезать бинты. Конкурсы по правилам дорожного движения автошкола провела в преддверии осенних каникул. Подобные спартакиады дороги Приморья проводят регулярно, но за пределы у Сурийска выехали впервые. Дети очень контактные, дети очень позитивные, они такие молодцы. У них колоссальные знания. Учителя, директор школы огромные молодцы. Они проводят очень большую работу с детьми именно по безопасности дорожного движения. Я думаю, что мы будем продолжать работать, потому что дети наши любят такие праздники. А в игре, когда дети изучают какие-то правила, они запоминаются гораздо лучше. Мальчишки и девчонки читали стихи, собирали кусочки разобранных дорожных знаков и даже учили правилам гостью праздника – шапокляк. Дети показали мульт герою, где и когда нужно переходить дорогу. И повторили со старушкой в шляпке десяток ПДД. Мне понравилось, когда мы бегали в машине. А ты хочешь когда-нибудь потом научиться ездить сам за рулем? Конечно. Ты правила уже учишь? Да. В каждом конкурсе должен быть победитель. Команда с дорожным названием «Веселые светофорики» заняла первое место. Им и всем участникам вручили вкусные и полезные призы от партнеров, которым организаторы тоже выразили благодарность за помощь и участие в спартакиаде. А автошкола «Дороги Приморья» продолжит проводить подобные спартакиады. Ближайшие пройдут перед зимними каникулами, ведь в холодное время года дорога скользкая и нужно быть особенно внимательным. Екатерина Рехтина, Анатолий Молчанов, Телемикс.